Всем привет, с вами Фанатик, это игра Encased, и я продолжаю прохождение. Собственно, нас послали из церкви, ага, нельзя использовать серво брони, но не проблема. Послали из церкви, чтобы посетить храм, который находится, собственно, в канализации. Спускаемся, спускаемся обязательно и заскочим. Что нас здесь ждет? Ну, крыс, я победил еще в прошлый раз, собственно. Я могу залазить? Хрена там, не могу, ну и не надо. Не могу и не надо. Ага, тут останется внизу. Ха-ха-ха-ха-ха. Походу, мне придется все-таки снять серво броню, потому что сюда меня не пустят. Нельзя, 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 нельзя использовать. Ну да. Ладно. Вылази. Куда ты побежал? Я тебе сказал, иди сюда. Ты издеваешься, что ли? Ой, глупый. Все, погнали. Надеюсь, мою серво броню никто не угонит, пока я там хожу. Занимаюсь, понимаешь. Заданиями. Потому что по лестницам лазить не могу. Проходы залазить не могу. Где там компаньоны потерялись, ну? Ну, смысл закрыто. Чё, издеваетесь? Мне же дали ключ. Мне же дали ключ. Ключ Сантьяго. Часовня. Странно очень. Почему не срабатывает, я не понимаю. Заломать я тоже не могу. Осмотр. Очень странно, слушайте. Но это единственное место. Здесь больше никаких проходов нет, которые я могу судить. Про часовню. Почему он не открывает проход? Для меня это просто загадка. На экране терминала светится надпись «Система заблокирована». Почему? У меня же есть ключик. Ну, ключик же есть. Очень, блин, странно это всё. Не знаю, давайте попробую загрузиться. Коллектор города загрузится. Что за ерунда? Заблокировано и всё тут. Может быть, надо было подойти основным персонажам сначала. Какие-то глюки опять. Больше я здесь ничего не вижу. Это единственная дверь. Где там катаржина опять потерялась? Так. Подошла. Пробую. Закрыто всё равно. Что за фигня? Заломать нельзя. Ключ квестовый не подходит. Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Так. Преподобный Сантьяго из церкви хочет, чтобы вы спустились в городскую канализацию. Нашли тайную часовню и забрали у тамошних послушников устройство под названием инжектор. Ну, и чего? Ну, и чего? Вот она, тайная часовня. В канализации городской. 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 Может быть, в городе, конечно, есть канализация. Такой вариант вполне может быть. Тогда давай загружаю вот это. Так просто будет быстрее, чем бежать и загружать выход из канализации. Вот это вот всё. Я почему-то был уверен, что это то, что нужно. Но ничего подобного. Городская канализация. А где же здесь канализация-то? Будем искать сейчас. Канализация, канализация. Ну, скорее всего, это та, которая в пригороде, потому что, ну, здесь нету. Может быть, вот терминалом воспользоваться. Который заблокирован, разблокируется. Ни фига. Ни фига подобного. Ни фига. Подлагивает там, обалдеть. Жёстко подлагивает. Слушайте, очень странно. Здесь нигде нету спуска ни в какую канализацию. А ключ почему-то не подходит. Не срабатывает. Это прям, ну, очень-очень странно, но... Городская канализация. Нету ничего такого. Может быть, здесь где-то... Это что вообще такое? Давайте попробуем. Вот здесь какие-то двери. Возможно, я могу сюда спуститься, на дамбу. Не знаю, что это такое. Но вдруг то, что нужно. Ну, какие ещё варианты здесь могут быть? Нет, это не вход оказался. Это совсем не вход. Вот же засада, слушайте, капец просто. Это я тут не понимаю. Здесь тоже двери неактивные. Прям капец, какая-то странная карта. Это совет. Это церковь. Тут живые районы. Здесь заправка. Вот, вентиляционный люк. Всё-таки есть люк. Всё-таки есть люк, друзья. Давайте тогда... Вот тут, что ли? Почему тот тогда вход заблокирован? Ну, он же тоже церковный. Странно, странно. Видимо, что-то там произошло. Ну, сейчас добегу. Где там остальные? Долго как они идут. Так. Фанатикам я не могу пройти. Воробей, иди. Давай. Заходим. Так. Новая локация. Городская канализация. Вот сразу же дверь в тайную часовню. Рабочий таракан. Мёртвый. Дверь камеры. Кого-то тут. Можно, кстати, что-то забрать. Пользовая дверь камеры. Так. Надо взломать. Давай-ка силушку применю. Там ещё один мёртвый таракан. Так. Замок выбит 90 опыта. Прекрасно. Опа. Мина. Паралич. Разминирование. Напарники, конечно, у меня глупые. Просто до ужаса. Сами на всякие аномалии наступают. Разминировать. А вон там живой таракан. Ага. И вот этот вот проход. Ну, хорошо. Ещё одна мина. Паралич. Тоже разминирование. Нет. Не разминирую. Таракан сразу на меня напал. Посмотрим. Биохимическая защита. Энергетическая слабая. Псизащита слабая. Ну, хорошо тогда. Можно энергизацию на себя? Нет. Нельзя. А, так это вообще воробей ходит. Ну, тогда на фанатика энергизацию. Не достаю. С пистолета смысла, наверное, нет. Потому что у него биохимическая защита высокая. И на линии огня нужно подойти поближе. Ну, давай сюда. Как раз четыре единицы. Опа. Подозревают что-то неладное. Так. Катаржина. Катаржина. Давай-ка ты. Подойдёшь немножечко поближе. Подождёшь. Пазовые сдвиги. Так. Меняю. Энергизация. На воробья. После этого атакую. И жду. Он просто подполз. Типа и всё. Раз. И два. Бой закончился. Главное, на мину не наступите. То я вас знаю. Вы любите под... Томином ходить. Всё хорошо в этой игре. Но напарники просто... Идиоты. По-другому их не назовёшь. Ну, идиоты. Ну, отсталые люди. Ну, капец. Просто болванчики, которые, блин... Ну, мина, чё? Сейчас пойду я на неё наступлю. Ну, чё б не наступить на мину. Мы знаем, что это мина. Ну, я пойду наступлю на мину. Нормальная тема. О-о-о-о-ох. Да. Помбит. Помбит. Ой, энерго... Урон можно нормально долбануть. Это у нас энергизация. В принципе, ладно, атакую. Не атакую. Не атакую. Это опять воробей. Фиг знает откуда ему. Да, надо бежать. Ладно, давай сюда. Оторживаю на перезарядку. Подойди тоже поближе. Воробьи и так энергизация, в принципе, висит. Атакую. Еще раз. Капец, его пробивает жестко. Ну, осталось только лишь добить. Блин, 80 топ это мог бы получить с этой миной. Нет, надо было, блин, подойти, наступить на нее. Что за тип? Ух ты. Петляк. Рабочие перчатки, рукопашный бой, техника, стойкость. Ну, не самый полезный, скажем так. Синий мертвый. То есть, все равно здесь не пройти. Ладно, хорошо. Возвращаюсь тогда. Дверь в тайную церковь. Подземная часовня, окей. Тут тоже, блин, что-то какая-то часовня у них. Капец. Просто канализация. Где часовня-то, ну? Везде тараканы всякие бегают. Тут я ничего не обнаружил. Очень жаль, конечно, что я тут ничего не обнаружил. Здесь какие-то контейнеры, которые полтать нельзя. О! Серьезно? Серьезно? Жертва ритуала. Жертва? Что-то тут вообще страшное творится. Ну, в бочонках нормально так припасы. Это мне нравится. Сколько там припасов. Гулкое эхо голосов и дрожащий на стенах отцвет ламп приводят вас к тому, что называют «тайной часовней храма» к маленькому тупику в лабиринтах канализации, увешанному флагами. Лампы горят слабо, но свечи в стеклянных банках, расставленные по полу и в нишах стен, добавляют немного света. Вы видите три фигуры в углу, одетые в робы храма. Вы подходите ближе. Ох, ё-моё. На голове одного из людей вы видите неизвестное устройство, похожее на кустарно переделанный мотоциклетный шлем, со вставленный в него стеклянной колбой. Сквозь кожу человека просвечивает яркий алый свет. Из-под шлема валит дым. Рот незнакомца открыт в беззвучном крике. Это жёстко. Внутри шлема что-то вспыхивает. Пучок яркого света пробегает по выходящими с колбы оптическим кабелям. Человек в шлеме вздрагивает и начинает медленно оседать на пол, точно сдуваясь. Броситься в атаку. Покинуть укрытие и подойти. Броситься в атаку. Кого-то убили. Так, энергетическая защита высокая, пси-защита низкая. У тебя. У этого энергетическая защита тоже, в принципе, низкая. Короче, вот это псионикой бить. Вот этого бить энергией. Единственное, что по биохимии. Ой-ой-ой-ой-ой. У обоих очень высокая биохимическая защита. Понятно, они в канализации находятся. Хорошо. Энергизация. Давай. Ну и атакую. Вот этого. Вот этого. Подозревают что-то неладное. Ну и давай с ним местами. Опа. Четенько. Каторжина. Единственное, что я в Крио урон не глянул. Крио защита 53 очень высокая. Прям очень. Здесь достаточно высокая. Но смысла тогда атаковать нет. Жду. Надо к каторжине срочно второе оружие какое-то прикупить. Так, рокировка. Каторжина, отступай. Мы с ним минус 5 репутация. Почему? Не странно. Братья и сестры, сюда! А, там еще кто-то есть. Тебе меня не запугать. Ох ты. Ох ты. Нифига себе жестко каково. Ладно. Пси-защита у тебя низкая. Получай. Так, что с этой? Крио защита вообще 88. Ох ты. Ладно, каторжина. Надо, короче, лечить срочно. Срочно нужно лечить. Че? Ну, я не могу его полечить. Очень странно, слушайте. Пока он лежит, типа, я его не могу. Еще усталость. Ага, там еще один в углу стоит. Сколько вас тут, однако? Так. Давай-ка. Опа. О, неплохо он так восстановился. Вообще четко. Ладно, вот эту вот четку. Между прочим, это больно. Между прочим, понятное дело, что больно. Так и должно быть. Что здесь? Птизащита низкая, биохимическая. Блин, крио защита тоже достаточно низкая. Можно, в принципе, каторжиной атаковать. Нормально я ему так всадил. Братья, нужна помощь! Братья! Еще кто-то есть, что ли? Проливать кровь невинных. Ты заплатишь за это. Так. Что с вот этим делать? И атаками его надо хреначить. А, нет, это воробей сейчас. Воробей, воробей, воробей. Блин, ему тоже некого атаковать на самом-то деле. Ну, у этого вот вроде бы энергетическая защита не такая уж и высокая. Поэтому давай сначала энергизацию. Потом не достаю. Тогда подойду немножко поближе. Потом вот так вот. Дальше ходит фанатик. Фазовый сдвиг. Не на линии огня, ладно. Вот сюда тогда иди. Фазовый сдвиг. Это его никуда не оттолкнуло. Энергизация. Издевайтесь. Ладно, тогда на тебя энергизацию. Ты сейчас не въехал. А, энергизация. Это не энергизация, это смятение. Можно и на своих, блин. Ничего себе. Жестко это. Ладно. Ох, нифига себе. Это что такое сейчас было? Ладно, вот этого продолжаю. Нет боеприпасов. Продолжаю атаковать его. Продолжаю атаковать его. Что за дела? Эх, была не была. Куда это он помчался? Ты вот это завязывай. Рокировка. Энергизация теперь. Наверняка. Получай. Эй, хорош, остановись. Так, ждать. Фанатик ходит. Ну давай поближе сюда, вот подойду. Перезарядка, давай. Хватает очку действия. Так, ну тут я не достаю, поэтому давай-ка полечись. Оп. Потом подбегаю вот сюда. Не хватает. Ну в смысле не хватает. Все, атакую. Пару атак. И все. Че б ты умерла? Завязывай, ты же доктор. Аптечку себе хлобынцы, все. Не ходи, мне же больно. Так, ну что. Маска. Выпуск комикса. Пикаечные ключи. Легкая перегруженность. Но это не проблема. Жертва ритуала. Ничего полезного. Тоже ничего полезного. А вот он и шлем, да? Эджектор. Они с помощью этого и убили этого бедолагу. Обалдеть. Охренеть. Ну не знаю. Отдавать, блин, его. Как-то мне не очень хочется, если честно. Экспериментатора хреново. Так, тут тоже что-то есть. Нет, показалось. Тут нечего мне ловить. Тогда возвращаюсь назад. Но этих я всех уничтожил. Что здесь? Могу я воспользоваться этим терминалом? Нет, не могу. Опа. Глемм Примас. Си защита высокая. Решимость высокая. Хорошая шапка. Техника плюс 15. Техника Кронус. У меня техника уже прокачена. По-моему, там очень даже неплохо. Пионика, устройство, влияние, наука, техника. Ну да. Техника уже на максимуме. То есть от этой книжки толку мне не вообще никакого. Или можно прибавить больше? Давайте попробую сейчас сохраниться. Терминал не содержит никаких данных. Я их уничтожил. Ну все, можно возвращаться. Церковники, чтоб их... Чего? Что-то обнаружил я. Хорошо, что они больше никому не причинят вреда. Согласен. Это было жестоко, но... Правильно. Хорошо, что они больше никому не причинят вреда. Так, и выход. Давай-ка вот по этой лестнице. И в подвале основного храма тоже надо всех размотать, блин. Совсем они охренели там. Репутация изменена. Минус пятнадцатая репутация в церкви Вихе. Ага. Это за то, что я их... Всех уничтожил. Всего лишь минус пятнадцатая репутация. И все равно два плюс двадцать пять у меня. Ааа, это странно. Это очень странно. Ну да ладно. Это ж церковь, правильно? По идее она. Если я ничего не путаю. И тут где-то за церковью. Можно будет потом пообщаться с чуваком. По идее я что-то уже разузнал. А, нет. Не так. Л. Подружество прежде всего. Так. Инжектор. Вы забрали инжектор у послушников. То есть пофиг, как я забрал. Поговорил или всех уничтожил. Вообще не важно. Главное, чтобы принес. Хоть и получил минус пятнадцатая репутация за то, что я их всех... Того. Отправил в мир иной. Сколько у меня, кстати, усталости? Пятьсот девяносто один. Ладно, не так важно. Ну что, Сантьяго, принес я тебе. Инжектор. Орудие пыток. Сантьяго сверкает белоснежной улыбкой. У-у-у! Вы опять здесь? Надеюсь, с хорошими новостями. Сообщите ему, что побывали в тайной часовне. Так. И вы взяли инжектор. Кто не преподобного, слышится осторожное беспокойство. Ммм. Та врач, что сломали инжектор. Сломали? Ой, а это досадно. Но я вам верю. В конце концов, не присвоили живой его в самом деле. Я должен был сказать, что он очень хрупок. Бывает. Сантьяго продолжает улыбаться. Даже если он раскусил ваше вранье, вида он не подает. Преподобный приобнимает вас за плечи. Спасибо за то, что оказали неоценимую помощь храму. А почему вы так странно смотрите? Я чем-то обидел вас? Сказать, что кое-что видели в той тайной часовне. Проповедник прикладывает ладони к груди, точно извиняясь. Следовало предупредить вас. Вы застали процесс изъятия, но не поняли его подоплеки. Вас шокировала внешняя сторона. Обычно к процедуре прибегают смертельно больные люди, не желающие страдать. Мы не вправе отказывать им в исполнении последней воли. С помощью инжектора они переселяются в созданный нами мир. Знаете что? Это сложная тема для дискуссии. Возьмите имплант. Вы ведь за ним пришли? Конечно, за имплантом пришел. Сотега пишет что-то на клочке бумаги. Чип спрятан в сейфе в моем кабинете. Используйте этот порой. Хочу сказать кое-что. Вы привлекли внимание Абата. Прежде чем вы уйдете, я хочу пригласить вас на встречу с ним. Он будет ждать вас там. Преподобный протягивает теле очки. Согласится. Вы надеваете теле очки. Полумрака храмовой залы вполне хватает для того, чтобы перед глазами начала собираться неясная, но уже знакомая вам картинка. Вы вновь слышите шум моря. Ноги касаются воды. Но теперь она точно спрятана под слоем прозрачного льда. Волны пробегают под вашими подошвами. Позвать сестру Марию. Вы зовете сестру Марию, бывшую вашим проводником во время первой проповеди, но она не появляется. Должно быть, она была лишь частью демонстрационной программы, и здесь ее нет. Глядеться по сторонам. Это место похоже на то, где проповедь закончилась в прошлый раз. Черно-синяя плоскость моря, рябящая белыми пикселями волн, изгибается кверху, сияя огнями огромного города, нависшего прямо над вами. Иногда по сторонам от вас появляются люди. Размытые пикселизованные фигуры, вспыхивая белыми огоньками, уносятся вверх. Вы ступаете над волнами. Почему-то появляется ощущение, что куда бы вы ни шли, вы неизменно придете в правильное место. Ощущение подтверждается. Невидимая сила точно разворачивает мир вокруг вас, направляя ваши шаги куда-то вглубь моря. Шагая все дальше и дальше, вы замечаете, что прямо под вашими ногами начинают вырастать ступени. Они прозрачны, их границы обозначены лишь белыми пиксельными гранями. Лента ступеней, тянущаяся вдаль, уходит куда-то вверх. Из-за перспективы кажется, что она сжалась в сплошную белую полосу, на самом конце которой вы видите маленькие зубчики, как на старой крепостной стене. Вы поднимаетесь выше, удаляясь от волн, навстречу светящимся над вашей головой огням. У вершины башни ваш путь заканчивается, и вас встречает высокий старик с глубоко посаженными глазами. Аббат. Вы вдруг отчетливо видите, что и он сам, и маленький уголок пространства вокруг наполнены абсолютно живым цветом и светом. Это больше не компьютерная симуляция. Аббат по птичьей наклоняет голову, разглядывая вас одним глазом. Человек, прошедший сквозь вихрь. Я всегда мечтал познакомиться с вами. Рассказать о том, что вы видели в тайной комнате, и заметить, что это явно нуждается в пояснениях. Он покачивает головой. Прибор, работу которого вы наблюдали, откровенно говоря, он не переселяет сознание. Это способ использовать ресурсы человеческого мозга для наших вычислений. Мозг пользователя, если вы не знали, всегда используется для вычислений во время сеанса. Но вот это акт жертвы. Проявление высшей любви к храму. Кирпичик обработанных данных, из которого мы можем построить еще один кусочек нашего общего рая. Охренеть совсем. Возмутиться. Это преступление. И он и Сантьяго подонки, использующие чужие жизни. Лицо Аббатта вспыхивает гневом. Он наклоняется к вам. Все познается в сравнении. Кронус засунул под купол десятки тысяч человек. Они умирали от праотцовских машин. Радиации, аномалий, чтобы горстка богачей заработала себе триллионы. В куполе нельзя родить ребенка. Из купола нельзя выйти. И это мы используем чужие жизни. Если кто-то готов пожертвовать собой ради лучшего мира, не вам судить его. И не вам судить нас, которые строят этот мир. Тем более, что есть выход. Мы нашли способ использовать вихрь как огромную учислительную систему. И когда мы это сделаем, храм станет другим. Больше не понадобятся аджекторы. Больше не придется рисовать мир в шестнадцати цветах. Мы будем способны сделать потрясающие вещи одной лишь силой разума. Никаких бытовых проблем, потребностей в еде, сне и прочим. Разумное разрешение конфликтов, моделирование любых опытов. Может, мы откроем бессмертие? Или способ выйти из купола? Или переселим сюда наше сознание и будем жить до скончания времен? Он смотрит на вас. Если только у нас будет вихрь. Аббат щелкает пальцами, и башня вспыхивает светом. На пиксельных облаках, замерзших в центре кольца, как на гигантском экране, появляется ваше лицо. И может, вы не до конца верите и сомневаетесь. Или, напротив, я только что переубедил вас. Для меня это не важно, ведь я сам верю в эту идею. Вы явились в разгар ежедневной мессы. Сейчас сотни прихожан ждут моей речи, но сегодня говорить будете вы. И можете сказать что угодно. Сомневающиеся уйдут, но остальные лишь укрепятся в мысли, что все делают правильно. Вы готовы? Что вы скажете людям? Он отступает в сторону и замолкает. Загнутое замкнутое кольцо мир, неподвижный, тихий, сияющий огоньками, лежит внизу. Вы в самом его центре. На вершине прозрачной башни, черно-синего неба и белых облаков, на которые сейчас потоками света проецируется ваше лицо. Должно быть сейчас к вам прикованы взгляды сотен, если не тысяч людей. Присмотревшись к побережью, вы действительно замечаете множество крохотных фигурок, высыпавших на пляж. Они ждут ваших слов. И что же мне тут сказать? Можно прям вообще обосрать храм. Заставляют умирать ради картинки в телеочках и корчат из себя пророков и спасителей. Можно... Поддержать храм, он действительно даст людям шанс на новый мир. Те, кто присоединился, счастливейшие люди подкованы. Ну, такое. Это точно нет. Либо вот это, либо вот это. Нет, у кого-то, может быть, и нужно это. Если даже вот это сказать, не обязательно, что все поверят, скажем так. Им уже тут промыли так мозги знатненько. Ну, давайте вот это. Храм предлагает интересную альтернативу борьбе с проблемами. Эскапизм в выдуманном мире. Способ не решен недостатков, но имеет право на существование. Вы обращаетесь с речью к людям, стоящим далеко внизу, и ваш голос расходится громким и отчетливым эхо. Вы стараетесь рассуждать разумно и взвешенно. Кто-то борется с вихрем, кто-то к нему приспосабливается, кто-то игнорирует. И это не плохо и не хорошо, а всего лишь часть чьего-то личного выбора. Все это звучит довольно убедительно, и, кажется, даже аббат, стоящий на краю площадки, размышляет над вашими словами. Закончив речь, вы прощаетесь со всеми и делаете шаг с площадки башни, шелестящие у ее подножия волны. За мгновение до приземления вы срываете телеочки и вновь оказываетесь в зале городского храма. Сантьяга улыбается. Как вам? Понравилось? Гляжу, вы не потеряли голову от увиденного. Вы так сухо обо всем рассуждали. Уверен, вас даже вихрь не удивил, когда вы столько в нем нанышлили. А когда вас столкнулись. Но это ваше мнение. Хотя, не скрою, мне слегка обидно, что я не смог убедить вас. Охреневшие вы типы. Так, мне теперь что нужно? Мне теперь нужно посмотреть репутацию сколько? Минус 20 с ними. Минус 5. Аббат разочарован тем, что высвечили его замысел отвратительным. Да и плевать я хотел. Сломал инжектор. Самое главное, что я сломал инжектор. Он экспериментальный образец. Теперь они не смогут загружать сознание, блин, так сказать, для поддержания своего мира. Пошли нафиг. Хотят жить в виртуальном мире, пожалуйста, но использовать людей как топливо, как сырье, но это такое себе. Прям совсем такое себе. Так, ну что, с этой проблемой я разобрался. Имплант я заполучил. Имплант, наверное, надо установить как-то чего-то. Надо посмотреть, где он вообще находится. В хвостовых, наверное, где-то вещах. Инжектор. Может быть, еще пригодится. Так, селектрон, селектрон, сгоревшие предохранители. Имплант, наверное, он мне сразу поставил, что ли. Не совсем вот этот момент непонятен. Ну да ладно, мне сейчас нужно пойти немножечко отдохнуть, поспать, поторговать. Обязательно тоже нужно. Так, выход. Здесь вот. на нюх, на нюх. Вот я видел очень много комбондов, надо бы эти комбонды выменить на что-нибудь ненужное. В принципе можно зайти, сказать что я нашел вот это, нашел вот то. В принципе я с церковью уже закончил, они мне дали этот имплант. Попробую сейчас с Руссо пообщаться, и она вон сидит. Руссо разглядывает какие-то документы, грызя ручку. Я тут один эксперимент планирую, если хочешь отвлечь меня и что-то обсудить, то отвлекай сейчас. Ммм, ничего я не могу ей сообщить, ладно, и она очень бедная, ничего у нее нет. Я могу тут где-нибудь кроватью воспользоваться, что-то тут ни одной кровати нету. Как-то это грустно, они тут вообще не спят что-ли? В любом случае мне нужно начинать выдвигаться уже в путь, а отдохнуть я могу и в лагере по сути. Рифов мэры, блин. А это что такое? А, голосуй за Беттани, голосуй за Шерифа, какие-то выборы там. У этого я не помню, можно поторговать? 80 комбондов, ну такое, не очень-то много. Так, это мне уже не надо. Легкое оружие, так, псионика, тяжелое оружие от техника. Вот техника мне уже не нужна. Давай парочку комбонда я у тебя заберу. Пожалуй. Так, и у этого торгаша тоже. Привет, до встречи. 4000 у него, ё-моё. Нифига себе он насколько богат. Так, это жареный. Есть посты вольпера, есть железа. Давай все, что есть. Все, что есть. И все, что есть. Это я, пожалуй, заберу. Так, веревки. Две. Генератор невидимости. Не нужно. Отмычки пока что оставлю. Здесь 86 пластика. Это надо будет выгрузить куда-то. Из ножниц я потом изготовлю отмычку. Оптоволокно это пока что пригодится. Мыло это тоже вот клея. Столько, наверное, не надо. Половину надо продать. Это что? Болты тоже половину надо продать. Это я наберу баллоны потом. Антисептики. Так, 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 так. Витамин две силы дает. Разум дает. В принципе, тоже неплохо. Чтобы мне тебе спихнуть. Чтобы мне тебе спихнуть. Вот это надо спихнуть. Устройство. Все, что есть. Влияние может пригодиться. Тяжелое оружие. Пилотирование. Тоже мне не надо. Скидываю. Криминал. Криминал. Криминал еще может быть пригодится. Это что? Речь плюс 15. Так, давай вот так пока что поменяемся. Вот это вот подогретая ерунда. Что еще тебе можно продать? Это что вообще такое? Бутылка спирта. Может быть еще пригодится. Так, тут патроны. Патроны еще могут опять же пригодиться. Где-то здесь ненужные вещи. Вот. Рабочие перчатки. Пояс. Гаечный ключ. Гарпун. Ворон. Какой урон у него? Механический. Оставлю. Вот это нафиг. Коктейль молотого. Это может еще пригодиться. Светляк. Светляк. Хай-тек оружие. Огнемет. Размер магазина 2. Перезарядка 4. Но урон мощный на самом деле. Наверное, каторжи не поставлю. Так, давай мне баксы. Баксы вот эти вот. Камбонские. Что еще можно спихнуть? Да и все остальное нужно на самом деле. Вот этот пивасик еще тоже. Мне не пригодится, блин. Что у меня такое тяжелое? Я не понимаю. Пластик неужели столько весит? Всего 4 килограмма. Ружины, гвозди, лента. Окей. В любом случае... А, ну перегрузки не стало. 237, 222. Нет, все-таки перегрузка осталась. Легкая, правда. Но она осталась. Надо, короче, каторжине дать. Вот этот вот огнемет. Ляковский. Ведь Ляковский, это что? Можно сюда одеть. Биохимическая защита 10. Ага. То есть это сразу и туда, и туда. Нет, тогда не подходит. Тогда не подходит мне этот шлем Примас. Но пси-защита достаточно высокая. Точность. Точность это мне надо. Продать этот шлем тоже, наверное, стоит. Такой себе он. Пока-пока. Да не пока-пока. Привет-привет. Вот он. Каску. Давай. Денежку. Все. Теперь выдвигаюсь. Все равно у меня перегрузка жесткая. Надо поискать вот эту тачку. Какой-то там танк, грузовик. Я не знаю, что что-то там такое интересное. Покинуть. Здесь я закончил. Станция Магеллан. Там парковка. Подожди. Нэшвилл караван. А где активное кладбище? А где? Бункер Сонора. Крематорий. Лагерь наблюдения. Караван. Что-то я не понимаю, куда мне нужно идти. Наверное, вот сюда. Затерялась. Где вот эта вот машина? Давайте сразу лагерь поставлю. Прям только вышел, сразу можно лагерь поставить. Интересно. Но в любом случае мне нужно отдохнуть. Приготовить еды. Выспаться. Так. Создать все, что есть. Жареное мясо гиены тоже. Жареные таракани лапки. Жареная железа. Так. На праздничную похлебку у меня все еще не хватает. А, тут и мясо гиены надо. Ни хрена себе. Ну, буду иметь в виду. Вареное куриное яйцо. Создать несколько. Ну, давай штук пять. Походу, я повысился. Создать максимум. Все. Да, точно. Прокачался. Следующий левел апчик. Значит, смотрим. И перк можно прокачать. Здесь и сейчас я получаю новый уровень. Если науку апнуть, я получаю еще один новый уровень. Но пока с этим повременим. Я вот не помню, что я хотел прокачивать. Либо псилонику. Либо пилотирование. У меня уже есть аварийный прыжок, в принципе. Кстати. Его надо куда-то поставить. Будет аварийный прыжок. Потому что здесь-то его нет. Он должен стоять. Так. Медицина. Это не очень интересно. Так, 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 так. Криминал. Криминал. Это тоже не очень интересно. Обучаемость. Режим искрытности. Влияние. Тут что? Если 90. Решительность силы нет. Харизма. Состояние опьянения будет повышена. Скорость перемещения, если нет компаньонов, повышена. И криминал плюс 15. Ну, такое. Все прям такое себе. Единственное, что какая-то способность. Тихо. Ну, влияние, наверное, больше прокачивать не буду. Оно того не стоит. Вот выживание почему-то опять у меня слетело. Теперь у меня его и не было. Даже и не хватает, смотрите-ка. Уклонение ночью. Регенерация ваших и ваших компаньонов. Ну, это бесполезный навык. Тот и эликтов. И кладоискатель. Очень хорошее тело, кстати. Тоже не кисло. Ну-ка, уберу пока что. Выживание можно подтянуть. А можно подтянуть псионику. А ну-ка, если я вот так вот сделаю. Нет, все равно еще навыки не появляются. Очень жаль. Нет, тогда буду прокачивать выживание. Нужно максимально выживание забустить. Я хочу вот эти навыки. Шанс счастливой находки. И тело, в принципе, тоже очень круто. Поэтому прокачаю. Так, здесь и сейчас пока что не берем. Хотя. Что тут можно полезного взять? Сума украденного. Сглаз. Ипохондрик. Точность плюс 20 в ночное время суток. Наблюдательность. Это надо было в самом начале брать. Заживает как на собаке. Фигня какая-то. Дитя солнца. Фортуну повышает. Тоже такое себе. Урон от вражеских критических попаданий минус 50%. Это неплохо, кстати. Это тоже оппортонист. И урон плюс 6%. Если вы решили укрыться. Товоротство. Возвлекающее присутствие. Защита всех типов. Минус 15 у врагов в радиусе полутора метров. Но это на ближника. Все-таки. Призрак. Счастливое совпадение. Короче, это все ерунда. Давайте я возьму. Давайте я возьму. Где это было? Вот. Поберегись. Урон от вражеских критических попаданий. Минус 50%. Вот это вот прям очень полезный перк. Все. Что у нас до следующего уровня. В принципе, не так долго. Но я думаю, в следующий уровень точно надо брать сразу повышение уровня. Потом перк тоже повышение уровня. Если это даст. Но перк наверняка надо будет на лвла брать. Потому что там полезных больше и нет никаких. Все. Значит, личный ящик. Отличный ящик. Тут какие-то автоматы, пулеметы, пистолеты еще теперь будут лежать. Так. Дальше мне нужно выгрузить тонну пластика. По половину на... Можно как-то ее? Не все. Ну ладно. Хреба с ним. Пусть лежит. Гильзы. Эликты. Нахрена я их с собой таскаю. Вообще непонятно. Аномальный протектор. Тоже повожу. Хотя у меня... Вроде бы не так много весит. 0 килограммов. Вообще ничего не весит. Хм. Это че? Это тоже квестовая штука. Хм. 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 Ну не знаю, что еще положить. Остальное вроде бы плюс-минус полезно. Это я попродаю. Чем-то выкладывает он полностью. А вот. Забрать можно часть. Давай вот так. Давай вот так тогда сделаем. 45 яиц. А. Все-таки можно. Половину положу яиц. Немножко будет получше. Так. Ну и теперь надо отдохнуть. Максимально так. Холод, холод. Все. Теперь кушаю я вот эту рваную свинину. Все отлично. Можно отправляться в путь-дорогу дальше. Выхожу к ближайшему проходу, делаю. Вот. И выдвигаюсь в путь, друзья. Единственное, что я хотел посмотреть. Это вот здесь вот. Включать всех дверей. Так. Возвращение Урсулы. Вот. Вот это где? Рассказал вам об Урсуле. Огромном автопоезде. Затерянном в зубочих песках. И дал координаты. Наверное там где караван. Я так предполагаю. Координаты больше тут никаких таких похожих. Я не нашел. Так. День памяти. Моя история. Проблемы. Ставки. Так. Ключи от всех дверей. С подружества. Прежде в чего. Вы раздобыли имплант. Пошли в часовню. Нашли инжектор. Оставаться на связи. Где же это задание? Так. ставки на кровь то есть я могу еще что ли там по сражаться надо будет потом зайти совсем понятно чем не здесь дальше делать ну да ладно судя по этой карте бункер это я там был разграбленный караван это я там был вот здесь караван тоже вроде бы как был everett roll радиоактивное кладбище перекресток что-то я координаты не вижу а вот может быть здесь база фаланги отметка умирающего от жажды забучие пески вот это наверное забучие пески там про пески неизвестный лагерь хвощей да далековато эти на самом деле ну давайте погнали заброшенный коллектор прижаться к земле аккуратно отползти подходящее укрытие идти дальше вы видите человека потерянного идущего по обочине дороги облик путника довольно необычен он одет в униформу крон старого образца выглядящую на удивление свежей новой подойти к нему действительно очень интересно так мужик ты чё тут делаешь так ты стой на месте руки на виду пётр кочубинский специальная группа арест ты кто где все люди отвечай на вопросы сказать что его ищет а там пейтон путник оживляется мастер-сержант а там жив передайте командиру что я вся его фигура вдруг вздрагивает и колеблется как сбитый помеха и телесигнал он делает шаг оказывается в паре метров от вас затем повисает в воздухе перебирая ногами и вдруг раз творяется без следа и звука так словно его никогда и не было чё себе жестко ну ладно большой контейнер тогда надо спуститься вниз что ли ничего особо полезного я тут не обнаружил а жетона то здесь нет я же должен предоставить доказательства что я его видел ладно погнали точно ничего нету никаких здесь этих трупов не лежит нигде и ну не видно не видно ничего ладно выдвигаемся скоро нужно будет отдохнуть опять в лагере вы чувствуете как ваше плечо что-то упало повернув голову вы обнаруживаете на себе маленькую оранжевую змейку осторожно снять ее с плеча и положить на землю вы берете это скромное присмыкающиеся двумя пальцами и аккуратно спускайте на землю не предприняв никаких попыток укусить вас она но пароварно скрывается в траве да топать конечно много плагерь надо уже разбивать получено сообщение здравствуйте сотрудник как вы знаете у карман хайдс есть научный лагерь на границе с вихрем после гибели научной группы мы оставили там несколько датчиков регистрирующих аномальное излучение к сожалению из-за оккупировавших лагерь некроидов успешность эксперимента поставлена под вопрос будем признательны если вы разберетесь с ними ну в принципе я думаю это не сложно будет сделать только мне нужно выспаться вот три сотки жажда три сотки не проблема сначала отдохнем многие летают во сне по крайней мере так говорят на этот раз опустив голову на подушку вы почти сразу видите под собой широко раскинувшуюся пустыню а посреди нее купол правда ни кристалл сейнц рядом ни шпиля вокруг входящего отверстия нет только вы пустыня и купол вы начинаете спускаться широкими кругами словно хищная птица раскинувшая широкие крылья а на встречу вам из-под ели видной полупрозрачной границы поднимается темно-зеленый вихрь он весь перевит чистыми молниями которые словно складываются в буквы незнакомого вам алфавита вам нет никакого дела до древних тайн которые скрыты в таинственных символах вы просто отдаетесь свободе полета скользите между потоками вихря наслаждаетесь его силой и в какой-то момент растворяетесь в нем полностью проснувшись еще пару минут так понаслаждавшись блаженной пустотой в голове и свежестью в теле вы наконец поднимаетесь любопытный сон интересно у него какой-либо тайный или явный смысл хорошо конечно только у меня все еще осталась усталость надо поспать еще не выспался надо покушать надо попить рваная свинина водичка можно отправляться в путь дорогу но это уже друзья в следующий раз будем отправляться на этом у меня все всем спасибо за просмотры лайкосы и комментарии не забываем про подписки про колокольчик чтобы не пропускать новых серий всего хорошего и до новых скорых встреч пока пока